Привет народ, с вами Варчик И у меня для вас хорошая новость Наконец-то я прошел Мауса Вы знаете, что я на нем накатал 200 боев Пытался взять 3 отметки И за 200 боев я просто от него устал Взял перерыв от Мауса Покатался недельку на Астрон Рексе Отдохнул полностью Взял 3 отметки на Астрон Рексе за 100 боев Опять сел на Мауса Накатал на нем еще 25 боев Получилось 225 боев И все, Маус сдался Подарил мне 3 отметки В этом видео я вам расскажу Особенности игры на Маусе Что это вообще за зверь такой Что лучше делать, что нельзя делать На нем никогда в жизни И какая полевая модернизация Действительно делает этот танк сильнее Поскольку если выбрать что-то не то То вы сделаете Мауса слабее А на нем и так тяжело играть Поговорим за броню Мауса Это вроде бы как и плюс танка Что он типа бронированный Можно на нем ЛБ заделать Но с нынешней голдой Огромным пробитием у ПТ-10 Танковать на нем действительно тяжело В щеках 260 мм бронин Это действительно немного Поскольку 260 Часть танков на 10 уровне Будет пробивать даже без голды Остальные могут просто зарядить голду И с легкостью пробивать Даже если мы довернем То в щеках будет 275 Что просто на 10 больше Броня в борту башни Очень хорошая И доворачивать можно Не то что сильно А прям с наглостью с какой-то Выворачивать башню чуть ли не наизнанку А вот броня в борту корпуса Не такая хорошая Поэтому корпус слишком сильно Доворачивать нельзя Но вот когда мы рамбуем В ЛД получается 320-330 мм брони Что на самом деле пробивается Голдой ПТ-10 В ЛД пробивается в ромбике То есть мы рамбуем И нас ПТ-10 пробивает в ВЛД Благо в основном Все уязвимые зоны выцеливают Но есть некоторые умники Которые голдой стреляют Куда попало И иногда даже пробивают В НЛД в довороте Тоже получается 335 Что на самом деле Даже больше чем в ВЛД Хорошо что все В основном выцеливают НЛД И не смотрели что в коллижен модели У Мауса в ВЛД даже меньше Под прямым углом В НЛД у нас 265 А в ВЛД 280 В общем говоря Броня в основном хорошая Только в борту корпуса и башни А вот во лбу Что ВЛД Что НЛД Что лоб башни Просто дыра Только маска бронированная Но Когда мы рамбуем Маска сбоку пробивается Что тоже печально Там такой толстый шов есть Который хорошо виден Там мало брони И туда часто пробивают Также Маус очень хорошо горит В борт корпуса В переднюю часть И он действительно часто горит Поэтому сейчас я вам расскажу Как улучшить действительно этот танк Поговорим про полевую модернизацию И оборудование Итак Два набора оборудования По две разные ситуации Первая ситуация Это большинство карт Досылатель Стабилизатор И турбина Почему такой набор Казалось бы Маус Тяжелый жирный танк Поставь туда закалку И будет больше хп Но У нас и так много хп Поставим закалку Ну будет там на 300-400 хп больше И че Если мы на Маусе Неправильно куда-то заедем То наши 3000 хп Улетят очень быстро А то что у нас будет С полевой модернизацией Прокачанной 3150 хп И сверху еще там 300 Это не сильно нам поможет А вот то что без стабилизатора Или досылателя Танк по стрельбе превращается в мусор Это да Очень плохая стабилизация Если ее не улучшать Всеми способами Она прям ужасная А с турбиной становится еще хуже Поскольку танк быстрее едет Да по сути можно играть Чуть ли не с любым набором оборудования Я перепробовал все И с улучшенными механизмами поворота И с закалкой И с просветленкой С турбиной Без турбины С досылателем Без досылателя Но 3 отметки я взял с набором Досылатель Стабилизатор И турбина Поскольку без турбины Маус ну прям вообще никуда не успевает Он из турбины то еле едет Тем более в полевой модернизации Мы будем ему резать Максималку там на пару километров Чтобы укрепить танк Он действительно часто сыпется и горит Поэтому внутренние модули И членов экипажа Лучше укрепить И второй набор оборудования Для того чтобы иногда светить В отдельном видео я покажу Как я там светил на малиновках Миллионы насветов Объясню как и почему Для таких боев Второй набор оборудования у меня следующий Закалка Турбина И просветленка Поскольку мы там особо стрелять не собираемся Хотя я по 5000 тоже в таких боях Все равно набивал с таким оборудованием На самом деле Маусу Досылатель Спорное оборудование Поскольку Он не всегда играет на ДПМ Он чаще всего вылазит Просто когда заряжен Когда ему надо самому Поскольку если вы играете на ДПМ То вы чаще всего Упаруетесь во врагов Или они в вас Если вы в них упаруетесь Значит вы скорее всего с союзниками Ничего не боитесь В таком случае Досылатель вам Понадобится Чтобы ДПМить А вот если въезжают в вас То скорее всего все Вам труба И никакой досылатель Ничем не поможет Поэтому если грамотно играть То на самом деле Досылатель Дает спорную эффективность Поскольку и без него Ты набьешь много урона Но вот без стабилизатора Играть отвратительно Стабилизация реально конченная А без турбины танк вообще не едет Но не сказал бы Что какое-то другое оборудование Вместо досылателя Тоже какое-то там сверхэффективное Но досылатель Это проверенный годами выбор И когда вы едете В турбо бою Рашить вперед То в принципе он работает В полевой модернизации Я выбрал все улучшения Слева которые Вездеходная ходовая Для того чтобы Маус быстрее ехал Да конечно можно выбрать Чтобы он быстрее крутился Но вы даже не заметите Крутится он там не крутится А вот то что он быстрее едет Это реально заметно Потом отстройка параллакса Для того чтобы точнее стрелять Пушка становится реально приятней Дальше мы улучшаем Внутреннее оборудование И членов экипажа Мауса Выбираем звукоизоляцию Дополнительная шумоизоляция И дополнительная система безопасности Укрепляем нашего Мауса В середине максимально Поскольку если выбирать Другие варианты То мы наоборот Ухудшаем внутренние модули И членов экипажа И Маус начинает Просто рассыпаться У него все ломается Бой укладки Он горит Каждый бой практически На нем становится Вообще невозможно играть Это реально ухудшает танк Лучше тогда уже Вообще ничего не брать Но в таком состоянии Маус становится крепенький И пушка точнее И едет он быстрее Как раз все то Что нам нужно Поскольку Что на Маусе Мешает набивать Много урона И циферок суммарки То что он не едет И пушка кривая И еще пробитие У нее так себе 311 пробития Под калибером И там 250 ББшкой Плюс оно просто кривущее Это орудие Стабилизация ужасная Таким оборудованием И полевой модернизацией Я улучшил все то Что мне не нравилось В Маусе И он стал Реально играбельным Теперь расскажу Как вести себя в бою Очень печально Что в картошке Чтобы откатать Какой-то уникальный танк На всех картах Нужно провести Чуть ли не 300 боев Поскольку за 225 боев Некоторые карты Я играл Дай бог пару раз А Маус реально обладает Уникальным геймплеем И чтобы научиться играть на Маусе Нужно на каждой карте Несколько раз Попробовать разные направления Тактики Позиции Чтобы реально понять Что это такое Маус на каждой карте И тогда вы только научитесь На нем играть Но в картошке Карты попадаются Каким образом Вы играете целый день 4,5 карты Которые крутятся по кругу Потом на следующий день Они меняются А бывает даже не меняются И таким образом Вы катаете 200 боев И за 200 боев Некоторые карты Практически не видели Из-за чего Бывают такие ситуации Что ты попадаешь на карту Вроде сыграл на танке Много боев А ты на ней Почти и не был ни разу Ты даже не поймешь Куда Реально ехать Чтобы Быть уверенным В результате А пока ты не ошибешься Не попробуешь Разные варианты На таком танке Как Маус С уникальным геймплеем Как ты поймешь Куда ехать Как ты научишься Как ты реально Будешь стабильно Показывать результат Понятное дело Что никак Поэтому мне понадобилось Аж 225 боев Чтобы за 225 боев На этом танке Ощутить все ошибки На всех картах И довести результат На этом танке До стабильного Поэтому на танке На каждой карте Сразу нужно ехать В активную игру Нужно понимать Где ехать Безопасно Не подставляться На перекатках В борт Танк часто горит Нужно приезжать Активно играть Но Не выезжать На Маусе Прям В самое мясо Враги не должны Вас постоянно Обстреливать Они должны В вас стрелять Когда вы Им это позволяете Вы выкатываетесь Танкуете Стреляете Разводите Врагов На выстрел Иногда Продавливаете Направление И пользуетесь Своим ДПМ В чем вам и поможет Досылатель В редких случаях А так вы все время Играете Позиционки Желательно Близко К врагу Поскольку Вдали Пока вы там Будете башни Ворочать Вам щеки Будут пробивать А ваш подкалибер Кривой Ничего не будет Пробивать Поскольку У него не так уж Много пробития Это подкалибер Он не любит Расстояние Он часто Рикошетит Не любит Наклонную броню В принципе Он паршиво Пробивает Но при этом Враги не должны Вас задавить Вот чем вы должны Заниматься каждый бой В некоторых сетапах На некоторых картах На маусе Прямо даже Приятно играть Маленькие Всякие корявые Карты Коридорные Сетап Где мало ЛТ Арты Побольше Тяжей Эти моменты В игре На маусе Даже приятные Неспешные враги Которые Нерасторопно Перед вами Стоят И что то там Пыхтят В такие моменты Маус Прямо Крепость Какая то Которая стоит И ничего Ты ей не сделаешь А бывают И неприятные моменты Большие Открытые Карты Колесники Арта Мало тяжей Много Подвижных Танков В такие моменты Маус Грустная Большая Лепешка В которую Все Тыкают Пальцем И пробивают Также Отдельный Интересный Геймплей На маусе Это Разводить Врагов На выстрел Поскольку Если вы Станете Бортом И будете Стоять С довернутой Башней С правильно Выставленным Ромбом Никто Вам В него Стрелять Не будет Кому Вы нужны За все Время Сколько Я на нем Играл В правильный Ромб Стреляло Мало Людей Когда Вы Полностью Стоите За стеной И Показывайте Только Борт Стреляют Только Полные Олени Чтоб Враг Стрельнул Ты ему Обязательно НЛД Покажи Или Щеку Только Тогда Он Стрельнет Либо Вы Иди Полностью Целиком Из Укрытия Выставляй Свои Ромбики С Передовернутыми Щеками Башнями Корпусами Чтобы Хоть Как То Иметь Возможность Танковать Только Тогда Враги Стреляют Не Бортом А Передней Частью Корпуса Там НЛД ВЛД И Перекручиваем Его Стараемся Подставлять Там Гусеницы НЛД Под Большим Углом В Такие Моменты Враги Стреляют Куда Более Охотно Не Так Уж Часто Пробивают Конечно Нужно Двигаться Чтобы Враги Не Могли Выцеливать Спокойно НЛД Да И Не Все Знают Что В Танкисты Если В Ближнюю Часть ВЛД Стрелять То Там Брони Меньше Чем В НЛД А В Дальней Части ВЛД Больше Поскольку ВЛД Длинная А НЛД Узкая Маленькая Короткая Также На Маусе Очень Важен Экипаж Сыграл 200 Боев На Маусе У У Меня Был Неплохой Экипаж Там 4-5 Перков Но Там Было Накачано Черт И Шо Не Докачано Пожар Отушение Боевое Братство Было Там Почти На Всех Но Оно Не Работало Еще Там Остальные Перки Было Че Попало Маскировка Какая Там Где То Стояла У Некоторых Короче Я Сбросил Перки Прокачал Им Ремонт Прокачал Пожар Отушение Плавный Ход Плавный Поворот Башни Боевое Братство Заработало Виртуоза Поставил И Танчик Стал Приятнее В Орудии Стал Лучше Ехать На Танке Стало Приятнее Играть С Полевой Модернизацией Если Все Вот Так Вот Собрать Как Я Сделал Реально Становится Более Менее Приятно Играть Плюс На Танке Надо Откатать 200 Боев Чтобы Попробовать Все Карты Все Тактики Позиции Направления Стативную Игру На Маусе При Этом Если Вы Уже Хорошо Играли В Танке Поскольку Учиться Нужно Быстро Все Схватывать Нужно На Лету Понимать Какие Направления Позиции Ошибочные И Сразу И Заменять А то Придется На Маусе Там И 500 Боев Откатывать Если Вы Будете Медленно Соображать Чтобы Реально На Нем На Играть Честно Говоря С Вами Был Арчик И Рать Красиво Увидимся Пока